У нас начинается с вами последний урок. Я понимаю, что сегодня очень тяжело было. Но я постаралась предельно понятно вам всё объяснить, чтобы вы поняли. Дома, естественно, вам придётся ещё раз к этому вернуться. И, соответственно, мы всё здесь обозначили, всё, что могла. Я вам там зелёным рассветила, жёлтым, чтобы это было понятно. Я, к сожалению, вам дала тот вариант, который уже с ответами на вопросы. Но мы всё равно с вами сейчас должны попробовать успеть проанализировать вот это первое введение. И дальше вы получаете домашнее задание вот такого же, то аналогичное тому, что мы с вами делаем здесь. Итак, мы с вами прописали вот на каждый вывод номер задачи, которая решена. Это обязательно. Когда вы будете писать свои задачи в том, какие выводы вы получили, или что вы выносите на защиту, вы должны будете прописать... Ребят, я не знаю, что у меня с наушниками. Меня слышно? Слышите меня? Хорошо, потому что говорите. Я вроде их подзарядила, а то я сама себя только слышу. Сама с собой разговариваю. Как в сумасшедшем доме. Вот из-за чего не люблю я вот эти вот онлайн. Я не вижу вас, вы не видите меня, и я в этой самой... Как действительно в сумасшедшем доме сидим. Преподаватель разговаривает сам с собой. Итак, мы остановились на шестой задаче. Шестая задача. Разработанная информационная модель управления процессами обеспечения КС и ОП, поддерживающая процессы инновационного взаимодействия, соответствующих структурных подразделений ВУЗа, и позволяющая совершенствовать процессы проектирования ИОП. А также предложена методика внедрения системы управления конкурентоспособностью ИОП. Вот мы там видели в начале, в первых уроках, там вот эти вот аббревиатуры сокращения. И говорили, что зачем они нужны. Ну вот здесь мы с вами видим, сколько места на бумаге мы смогли сэкономить. Потому что если это вот каждое прописывать, каждое сокращение, это тогда диссертация увеличится, ну, страниц на 10, это точно. Теперь вот шестое. Итак, информационная модель. Смотрим, какая это у нас задача. Задача номер. Смотрим, что у нас здесь. Вот. Разработать информационную модель – это седьмое. Седьмое, значит, соответственно, седьмое обеспечить. Там этапы разработки еще системы и методики внедрения. Методика где-то у нас была еще здесь. Вот здесь вот, поэтому, может быть, даже не одна задача, а две задачи. Здесь, так, так, так. Квантура. Да, вот здесь вот мы ставим задачи семь. Или сейчас вот мы невнимательно посмотрели, или что. Ну вот, каждая задача должна была бы иметь здесь ответ, что сделано. Что сделано. Так. Вот мы с вами расписали научную новизну работы. Отметили, что каждая задача у нас здесь вот представлено, ее решение. Представлено решение этой задачи. Теперь следующий момент. Мы переходим к методам. Методы – это также обязательная часть в диссертации. Пожалуйста. Методы исследования. Исследования базируются на основных положениях теории, конкуренции, стратегического управления, непринятия решений, базовых макроэкономических законах и законах организации, системным, проектным и стоимосном подходах. Для решения поставленных задач использовались методы оценки и управления стоимостью предприятия, исследования и оценки систем управления, инновационного менеджмента и экономического анализа. Теоретической основой диссертационного исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам специфики инновационной деятельности управления, нематериальными активами и интеллектуальной собственностью исследования, отражающие опыт институционально-инновационных изменений в системе ВПО. Как видите, вот то, что я сделала зеленым, это универсальные фразы, которые вы можете взять в свою диссертацию. Исследование базируется на основных положениях теории. Дальше вы прописываете, какие теории. Ну, у каждого это будет свои. Для решения поставленных задач использовались методы. Вот теоретическая основа диссертационного исследования являются, здесь тоже можно вот это вот является, вычленить, потому что это универсальная фраза, являются труды, ну, здесь вы напишите, российских и зарубежных ученых. Как видите, здесь только, ну, такой формализованный текст, в который подставлены теоретически, ну, то есть подставлены ключевые слова из названия и исследования. Обычно методы, да, чем хорошо, вот то, что мы с вами читаем, это экономическая диссертация. Поэтому вам нужно очень внимательно еще раз эту диссертацию посмотреть, проанализировать. Я вроде вам все уже пометила, все, что могла, я пометила. Ну, вот, еще раз посмотрите тогда. Дальше. Информационная база. Вот, значит, у нас есть теоретическая база, использовались методы, информационная база, и теоретическая база, информационная база. Послужили данные Минэкономразвития Российской Федерации, Федеральные службы государственной статистики, обзорные аналитические материалы, опубликованные в отечественных и зарубежных СМИ, материалы научно-практических конференций и семинаров, ресурсы интернет. То есть вы также можете поставить, что у вас является информационной базой. Если вы будете опираться на развитие Министерства экономического развития, может быть, вы будете, например, опираться на какие-то данные, которые Министерство в вашей родной стране тоже можете написать это сюда. Но это будет в зависимости от того, какая тема диссертации у вас будет. Обычно для иностранцев стараются подбирать диссертации сопоставительного характера. То есть что в родной стране, что в России. Вот это вот сопоставление, чтобы вам было легче искать информацию на родном языке. Обычно так. Скажите, пожалуйста, у вас уже есть хотя бы примерное название темы диссертации или еще нет? Есть, сегодня давно. Уже есть. О чем вы будете писать? Можете сейчас вспомнить? О производстве? Нет? Трудно вспомнить. Или вы ищете, как называется ваша диссертация? Так, ладно, мы не будем тратить на это время. Вспомните, скажете. Так, а еще у кого-то есть название диссертации примерное? Или пока еще нет? Пока только говорим о тематике. Моя диссертация – это не связано с экономикой. Это только социология. Все, поняла. Значит, вы не на экономической, а на социологической кафедре, на кафедре философии, да? Да, да, да. А, все, поняла. Поняла. Значит, я тоже удивилась, что вроде как вся группа экономикой занимается. Интересная у вас тема, нет? Магистра, это связано с экономикой. Да, все, поняла, поняла. Очень хорошо, что вы попали на кафедру философии. И мне кажется, это ваше. То есть вам будет там интересно. А тему уже дали, нет? Да, да. А кто у вас научный руководитель? Павельева? Марьяна Михайлова-Павельева. А, Михаил, все, поняла, да, я там видела. Я почему-то не поняла, почему Татьяна Юрьевна-то не взяла. И что же аспиранты нужны? Ну ладно, двигаемся дальше. Теперь вот мы дошли до такой позиции, как практическая ценность. Вот все те позиции, все те структурные элементы, которые мы сегодня с вами разбираем, это самое-самое главное. Потому что если чего-то нет в вашей диссертации, она не может быть защищена. То есть, понимаете, без практической ценности, без задач там, без новизны. Это такая информация, вернее, такой текст диссертации не допускается к защите. Это обязательно должно быть все написано. И даже в чем, собственно говоря, вот вся сложность, вы должны именно вот эти разделы, у вас должны быть эти слова, потому что оппоненты и члены диссертационного совета не должны искать вот эти позиции внутри вашего текста. Это все должно быть выделено. Вот практическая ценность. Значит, практическая значимость работы заключается в возможности повышения эффективности инновационного развития учреждения ВПО за счет широкого использования основных теоретических и методических результатов диссертационной работы. Вот как видим, здесь у нас в зеленом выделены общие слова. Практическая значимость работы заключается. Дальше. За счет широкого использования основных теоретических и методических результатов диссертационной работы. Вот это тоже фраза... Здесь нет конкретики. Вот это то, что называется абстракт, формализованный текст. То есть формально. Используем теоретические и методические результаты диссертационной работы. Но мы не знаем, какие они. То есть это не обязательно писать. Теперь, какие перспективы. Вот здесь разработанная СУКС и ОПП позволяет образовательному ОУП, образовательному учреждению. И дальше опять мы с вами видим осуществить обоснованный отбор основных направлений и эрообразовательной деятельности. Повысить КС и ОПП и обеспечить эффективное позиционирование ВУЗа в образовательном пространстве. Сформулировать совокупность организационно-экономических задач управления КС и ОПП с учетом специфики профильных рынков. Совершенствовать процессы проектирования ИОП и увеличить стоимость интеллектуально-производственного капитала за счет интеллектуальной составляющей. Сформулировать портфель конкурентоспособных ИОП. Обеспечить ВУЗу устойчивый рост доходов от реализации ИОП. Повысить эффективность информационного взаимодействия подразделений инновационного образовательного учреждения со всеми группами заинтересованных сторон. Вот что в практической ценности. Что можно взять в практику из этой диссертации? Я обращаю ваше внимание на лингвистику, на язык. Опять-таки используем глаголы-инфинитивы. Осуществить, повысить, обеспечить, формировать, совершенствовать, увеличить, формировать, обеспечить, повысить. Как видите, группа этих глаголов, она небольшая. На самом деле, вот если собрать все глаголы, которые можно, ну, может быть, здесь еще можно взять глагол выделить, разработать, создать, ну и так далее. То есть вот эта группа, ну, может быть, сколько? Ну, 10-12 глаголов, которые вы должны выучить, как написать о практической ценности. Теперь есть еще и теоретическая значимость. Значит, у нас есть и практика, и теория. Разработанные теоретические положения и методическое обеспечение, вот здесь читаю, могут быть использованы образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования для формирования совокупности организационно-экономических задач управления и для совершенствования способов и форм управления инновационной деятельностью. Вот, значит, обязательно должна быть практика и теория. Вот практика в этом введении у этого аспиранта стоит на первом месте. Теория представлена вот так скромно. Теоретические положения и методическое обеспечение. Теперь следующая позиция. Апробация работы и использование ее результатов. Мы с вами говорили, что апробация – это ваши публикации и выступления на конференциях. Пожалуйста, основные положения диссертационного исследования были доложены и получили положительную оценку на следующих междунаучных и международных научно-практических конференциях. Вот, пожалуйста, здесь обязательно нужно быть название конференции «Инновации в экономике» 2011 год и где это опубликовано в ФГБУ, значит, в Станкине. Дальше, следующая статья. «Экономика и управление. Инновационные пути развития». Это 2009 год. Саратовский государственный технический университет. Третья работа. «Наука в 21 веке. Традиции. Инновации». Это май 2010 года. Конференция проходила в городе Екатеринбург. Теперь следующее. «Наука, техника и технологии 21 века». Это 2009 год в городе Нальчике. Теперь это вот где были публикации, где выступал. Я здесь не вижу ваковских статей. Не могу понять, где эти статьи почему-то сюда не вошли. Хотя вот дальше мы читаем в разделе публикации, что три ваковские статьи есть. Теперь посмотрите, где реализованы. То есть у нас там была позиция, когда мы читали текст теоретический, там была реализация и апробация. Вот у нас здесь вот апробация есть, а дальше реализацию, вот она, были реализованы. То есть само слово реализация здесь не написано, но есть производная. Реализованы. Результаты дитератационного исследования были реализованы. Дальше просто перечисляется вот не МГСУ, Станкин, но в МПУ Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы, где прошли апробацию, также были выступления и внедрения. Значит, вот эта методика, которую разработал, и модель, которую разработал диссертант, была использована вот в этих учебных заведениях. Теперь следующая позиция. Степень достоверности результатов проведенных исследований. А здесь текст формализованный, поэтому здесь даже ничего не нужно писать конкретику, можно просто взять вот эту зеленую часть, степень достоверности результатов проведенных исследований, обуславливается правильностью и взаимной увязкой формулированных теоретических положений, кондументальностью методологической базы исследований, а также тем, что автор пошагово обосновывает основные выводы и положение диссертационной работы. Чисто абстрактный текст. В нем нет ничего из названия, то есть ни одного термина нет, ничего из названия тематики диссертации, поэтому вот можно считать его универсальным и просто взять как первое предложение в свою диссертацию. Степень достоверности результатов проведенных исследований подтверждена соответствующими актами обведения в ведущих российских вузах. Но это касается негуманитарных, в основном экономических, да, это экономическая была диссертация, а вот кто у нас будет писать по философии и там что-то, то там нечего внедрять, то есть там просто будут какие-то предложения и в основном может быть связаны с уточнением теории. Следующее. Публикации. Вот отдельно вынесены публикации, хотя публикации записываются в апробацию. Но здесь вот сделано, это, видимо, требование ученого, диссертационного совета. Отдельно выведены публикации. Результаты исследований по теме диссертации опубликованы в отраслевых периодических изданиях и представлены на научно-практических конференциях. Тема диссертации отражена в восьми научных работах общим объемом 2,5 печатных листа, в том числе три работы в ведущих рецензируемых журналах, определенных высшей аттестационной комиссией. То есть вот три работы в ваковских журналах, как сокращенно на сленге это звучит. Что касается печатных листов, вот как это посчитать в печатных листах. Это вот у этого диссертанта это достаточно большой объем написанных статей. Потому что вот я вам сделала сноску, посмотрите, пожалуйста. Один печатный лист это 40 тысяч знаков с пробелами. Статистика у вас в любом компьютере есть, вы можете посмотреть. 40 тысяч знаков это в среднем, если вы печатаете там 14-12 шрифтом, нет, 14-м, по-моему, это где-то порядка 16 страниц. 16 страниц. Вот посчитайте, 16 умножить на 2,8, то есть получается где-то порядка 50 страниц. Вот эти 8 научных работ, которые написал диссертант, это примерно 50 страниц текста. И обязательная позиция – объем работы. Объем работы. Смотрим. Диссертация состоит из введения трех глав заключения списка литературы и приложений. Основные результаты изложены на 204 страницах, 17 таблицах, 18 рисунков. Библиографический список содержит 143 наименования. Вот то, что я говорила в начале. Библиографический список у вас должен представлять 143 позиции. Вот в данной диссертации. Я вам сказала, что сейчас я читаю диссертацию. Там 168 наименований сделано, а до этого я читала диссертацию, но это гуманитарная, тоже филологическая диссертация, уже российской аспирантки. там было больше 200, 200 с лишним. Там было страниц. А вот эту вот диссертацию, которую я читаю сейчас, эту диссертацию написала китаянка. Собственно, там сопоставительный анализ идет русского и китайского, русской и китайской грамматики. Поэтому, как видите, страниц здесь, конечно, 204 страницы – это много. Это очень много. И, соответственно, может быть, ну вот, может быть, там 180, 160 страниц. Это нормально. Но для этого, сколько там должно быть страниц, я думаю, что ваш научный руководитель вас сориентирует, потому что обычно диссертация пишется под определенный диссертационный совет, и в каждом совете есть свои требования. Ну, как бы так традиционно сложилось, что должны быть эти требования. Теперь давайте попробуем заполнить задание. Вот у нас задание 4. Соответственно, мы сейчас с вами посмотрим, вернемся в начало диссертации. Вы можете вернуться в начало диссертации, чтобы посмотреть? Или вспомните, с чего у нас началась диссертация? Вот мы разбирали. Первая позиция какая была? Какая была первая позиция, кто помнит? Актуальность исследования. И там, и в анализируемой диссертации, вот здесь, мы можем ее, вот посмотрите, смотрите, у нас здесь, ну просто сейчас тогда я вам пролистаю, вот мы начали ее. Актуальность исследования. Дальше у нас была цель и задача исследования. Потом объект-предмет. Ну вот, если мы запомнили, то, соответственно, актуальность исследования. Следующая, вторая позиция у нас была цель исследования. Третья, третья позиция, кто помнит? Задачи. Исследования. Четвертая, объект-предмет. Четвертая, объект-предмет исследования. Пятое, предмет исследования. Шестое, кто помнит, что у нас там было после предмета исследования. Давайте посмотрим. Я уже тоже не помню. Вот, объект и предмет исследования. Дальше у нас идет научная новизна плюс положение, выносимое на защиту. Вот так все вместе. Научная новизна. Плюс положение. Так, 10 минут у нас осталось. Плюс положение, выносимое на защиту. Седьмое, что у нас было, кто помнит? что у нас было, седьмое. Методы исследования. Да, тоже методы исследования. Восьмая позиция какая была, кто помнит? Апробация. Апробация. Просто вот апробация работы. Апробация работы. Девятое, что у нас было? Там, по-моему, степень достоверности. Сейчас смотрю. Вот апробация и результаты, реализация. Ну, мы можем, наверное, написать, что апробация и реализация. Да, потому что вот отдельно реализация не вынесена, просто написано, что реализованы. Значит, там дальше степень достоверности проведенных исследований. Девятая степень достоверности. Степень достоверности проведенных исследований. Да, здесь вот у нас апробация. Плюс давайте все-таки поставим реализация. Реализация. Все-таки там есть, хоть это не отдельное. Десятое, что у нас было? Десятое, там практическая ценность. Потом у нас отдельно были вот практическая ценность у нас раньше была практическая ценность. Вот здесь после методов исследования. Неправильно, методы исследования. Вот сюда тогда практическая ценность у нас. Восьмое. Практическая ценность. Дальше что у нас? Вот практическая ценность, а дальше уже апробация. Апробация, то есть это будет девятая позиция. Девятая позиция у нас будет апробация плюс реализация. Дальше уже десятая это будет степень достоверности, публикации. Десятая публикации. Публикации. и так, одиннадцатая не поставлю. Одиннадцатая. Двенадцатая у нас позиция здесь. Мы заканчиваем объем работы. Вот посмотрите, пожалуйста, у нас с вами фактически совпадает, только в реальности у нас получается двенадцать пунктов. А вот то, что теорию мы читали, я специально вам здесь выписала ее, чтобы не тратить на это время. Актуальность, цель, и посмотрите порядок, объект, предмет, задачи, научная новизна, методы, практическая ценность, теоретическая реализация. Ну, и вот степень достоверности, она может быть здесь после реализации. обязательно публикации и объем. Теперь это такое требование, которое необходимо. Мы должны указать, что у нас есть. Ну, вот вопросы есть, потому что мы с вами сделали сейчас реальные структурные. То есть мы прочитали первое, в первых двух текстах у нас были обязательные структурные элементы, это вот задание 1 и 2, которые мы прочитали. А следующие реальные структурные элементы, то есть мы прочитали с вами текст введения и выделили эти структурные элементы самостоятельно. Понятно, да, что мы сделали с вами? Или непонятно, не поняли? А вы структурные Понятно, потому что там все ясно, вот по тексту, мы просто с вами шли по тексту и выписывали вот эти реальные структурные элементы. Но самое главное, что вы должны понять? Смотрите, пожалуйста, с точки зрения оформления, каждый элемент выделяется полужирным текстом, ставится точка. Это специально делается для того, чтобы легко было читать и для того, чтобы было понятно, что все структурные элементы здесь присутствуют. Единственное, что вот здесь цель и задача, они должны быть отдельно стоять. Отдельно должна быть цель исследования и дальше задача исследования. Ну, в данном случае это как бы стиль автора, но может быть принятая в том диссертационном совете, где будет защищаться эта, была защищена эта работа. Вот она выглядит вот так. Это мы все закончили. Теперь домашнее задание у вас прочитать еще раз со словарем все, что у нас было. Мы дошли до материалов самостоятельной работы. То есть ваше задание будет прочитать и разобраться. Вот я специально здесь выделила, как это должно быть. Но это примерно одинаково во всех диссертациях требования, как писать литературу или как ставить литературу, это в гости сказано. Теперь и домашнее задание, вот она, шестая. Нужно прочитать систему управления профессиональными знаниями для повышения эффективности функциональной виртуальной компьютерной лаборатории. Я думаю, что вы разберетесь. Вот у нас здесь выделены даже какие-то позиции. Я вам выделила просто прочитать вот это и выполнить аналогично задание. Задание семь. То есть уже обязательные элементы я сюда поместила. И вам нужно прочитать вот это введение и выписать реальные структурные элементы. Сразу могу сказать, что тут реальные структуры обязательные. Реальные. Давайте я сюда перенесу так же, как там было в скобках задание один-два, чтобы было понятно. Задание один-два. А здесь у нас структурные элементы. Мы это выписываем из задания семь, по-моему. Сейчас смотрю. Нет, задание шесть. Из задания шесть. Понятно домашнее задание? Да. Мы должны будем на следующее занятие закончить введение вот эти структурные элементы и дальше уже переходить к следующей позиции. Там у нас будет несколько заданий. Мы отдельно будем смотреть объекты, предметы, отдельно будем задачи выделять. Ну, вот каждый структурный элемент, актуальность мы с вами уже брали в начале. Вот. И дальше будем брать то, что мы с вами еще не взяли. Цель, по-моему, объект, предмет, методы и практическая ценность. Ну, в общем, мы с вами получение новых знаний. Будем говорить об этом. Там больше такой философский взгляд, поэтому нам для вас это будет интересно. То, что мы будем делать на следующих... Да, будем учиться философии. Ну, в общем-то, это методология. Что такое философия? Философия – это научное творчество. Там просто прописаны какие-то общие позиции, которые должны быть представлены в каждой диссертации. Так, если вопросов нет, то мы с вами прощаемся. Домашнее задание, как обычно, я вам напишу в чате. Вопросы есть? Нет. Все понимаем. Спасибо. Сегодня я вас замучила. Конечно, тяжелое занятие, да еще в 9 часов вечера. Я все прекрасно понимаю. Ну, что делать? Вот вам выделяют только вечернее время, к сожалению. Днем, но считают, что вы работаете или чем-то там занимаетесь. Так, домашние задания я по-прежнему жду, не успела проверить, но обещаю, что проверю и пришлю. Уже еще раз хочу сказать при всех, что большое спасибо Тае и до лечения. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...